Приветствую всех поклонников авиации, с вами Fallfire. Сегодня мы поговорим про вертолеты. Какие достойны вашего внимания, а какие они. А также обсудим управление и различные тактики. Для начала выделю самые эффективные топовые вертолеты. Их не так много. Это К-52, Мид-28НМ и немецкий Еврокоптер. Камов и Мид-28 хороши тем, что у них в наличии имеются самые универсальные ракеты в игре. 9К-127, или более известные как ракета Вихрь. Такие ракеты могут поражать как воздушные цели, так и наземные. А дистанция, на которую может работать Вихрь, составляет минимум 8 километров. Так что среди всех вертолетов это абсолютно рекорд. К тому же 9К-127 летит со скоростью 610 метров в секунду, что быстрее, чем некоторые зенитно-управляемые ракеты. Не говоря уже про туры. Но самая главная особенность, это возможность управлять сразу несколькими ракетами одновременно. То есть вы запускаете первый Вихрь, через несколько секунд второй, и пока первая ракета настигает цели, вы быстро переключаетесь и поражаете еще одну цель. Из-за того, что Зур можно подорвать крупной ракетой, таким способом можно с помощью Вихрей контрить ЗРК. Вот, к примеру, выпускает вам зенитка две ракеты. А вы в нее сразу три. Две отбивают вражеские Зуры, а оставшийся Вихрь ловит зенитку на перезарядке. Исключением будет британская зенитка Штормер, ее ракеты всегда достигают цели. Но остальные ЗРК могут спасти лишь инвол. Если зенитка появилась только что на весь спауне, то у нее есть 20 секунд неуязвимости. Но опытного вертолетчика она никогда не собьет. К-52 и Ми-28 можно победить лишь в одном случае. В количестве он зениток. Если их сразу появится несколько, то задача сильно усложнится. Чуть позже я еще вернусь к теме Вихрей и тактики. А пока посмотрим, чем же хорош немецкий Еврокоптер. Тигр выделяется в первую очередь уникальными ракетами Парс. Они работают по системе «выстрелил и забыл». То есть вы находите цель, отмечаете ее для ракеты, стреляете и можете уже разворачиваться назад, к базе. Если на других вертолетах необходимо вести ракету к цели или подсвечивать ее лазером, то на Еврокоптеры все гораздо легче. Именно поэтому можно быстро обнаружить цели, отстреляться по ним ракетами и вернуться обратно за новыми. Парсы могут сбить и вертолет, но только с дистанции 7 километров. То есть у Камоа по-прежнему есть преимущество. Для танковых карт с огромными полями это идеальный полигон для Парсов, но в городе их уже не запустишь. Дело в том, что ракета не умеет облетать укрытие. Если танк спрячется за домом, деревом или просто отбросит дымы, Парс взорвется в воздухе. Последним в топе можно было выделить еще британский Апач, но его занерфили. На данный момент по геймплею все Апачи одинаковые и имеют на вооружении ракеты Хеллфайр. Подобные ракеты никак не могут конкурировать с вихрями, но у британца были хорошие ракеты Старстрик, чем и выделяли этот Апач среди других. Теперь в ВВшке первые 3 километра летят по прямой, без возможности наведения, что исключает ими стрельбу ПЗРК. Благо хоть на 7 километров можно еще ими сбить вертолет, если тут конечно не будет активно уклоняться. Ракеты Хеллфайр тоже могут навестись на воздушные цели, но с их помощью максимум можно сбить зависший вертолет, и это не факт. То, что ракета медленная и при малейшем отклонении цели может промазать. Тем более у К-52 сработает оповещение подсветки его лазером, и тот либо развернется и пустит вихрь, либо просто уйдет на низы. По наземным целям Хеллфайры не сказать, что какое-то ультимативное оружие, порой проходит такой урон, что не захочешь второй раз брать Апач. Что ж, по топовым вертолетам вы сейчас в курсе, кто бы с качалки. Давайте поговорим о настройках управления. Их не так много. Для всех вертолетов с турами важным параметром будет стабилизация прицела. По умолчанию это клавиша F. При ее активации вы заметите, как изменится ваш прицел, и появится дистанция до цели. Внизу у вас есть вертикальная шкала, где показывается максимальная дистанция поражения вашей ракеты. Дополнительно, индикация начнет мерцать, если дистанция до цели превышает дистанцию поражения ракеты. Старайтесь всегда стрелять с запасом хотя бы в сотню метров, иначе ваша ракета взорвется в воздухе, так и не долетев до танка. На топовых вертолетах имеется еще телеавтомат. Вы можете навести прицел на танк, нажать на ту же кнопку, и вертолет будет вести эту цель, пока не потеряет ее из беду. Также при захвате цели телеавтомата и при нажатии повторной кнопки стабилизации, будет возможность вручную наводить ракету в конкретный участок танка, или ввести ракету на упреждение, если мы говорим про воздушную цель. Важно понимать, что если цель скроется за препятствием, наведение собьется. Причем этим препятствием может послушать дерево или столб. Так что, если рядом с танком куча различных укрытий, ракету лучше наводить вручную. От третьего лица, при нажатии кнопки стабилизации, появится красный квадрат. Эта отметка позволяет увидеть, где находится центр вашего прицела. Она облегчает задачу по обнаружению цели. Если, к примеру, противника видели в лесу, вы просто наводите два прицела третьего лица, нажимаете на кнопку стабилизации, и в прицеле вы уже сведены в эту область. Далее, по наведению ракет. У вас есть два прямоугольника. Один большой, другой поменьше. Маленький прямоугольник означает возможность для пуска ракеты. Чтобы пустить ракету, необходимо удерживать прицел в этом небольшом прямоугольнике. Затем, после пуска, можно уже удерживать вертолет в границах большого прямоугольника. Но я вам не советую совершать какие-то резкие маневры, так как для повторного пуска вам придется снова быть в пределах этого маленького прямоугольника. У всех вертолетов прицельные комплексы разные, и они могут отличаться, но принцип пуска один и тот же. Дополнительно советую настроить кнопку на изменение работы по НВ. Она же отвечает за тепловизор. Только помните, что не у всех вертолетов есть теплок. Даже не у всех вертолетов есть по НВ. Управляется вертолет в основном с мышки и клавиатуры. Можно еще подключить джойстик, но это уже по желанию. В реалистичных боях, к примеру, дополнительные девайсы не потребуются. Инструктор и так хорошо удерживает вертолет. А вот в симуляторах МПХ у вертолетов есть системы АСУ. Они позволяют более комфортно управлять вертушкой. Чтобы настроить АСУ, переключите на полное управление и назначите на любую свободную кнопку. У АСУ есть несколько режимов. От полного управления до режима весения. Все будет зависеть от модели вертолета, но демпфирование есть на всех вертушках. Так что с ними можно легко управляться даже с мышки. Но если вы не захотите идти в СБ, то не забудьте сменить полное управление на прицеливание мыши. У некоторых вертолетов имеется РЛС. Радар позволяет находить наземные и воздушные цели. Его можно дополнительно настроить. Он работает примерно так же, как и на реактивах. Но, скажу честно, я его использовал редко. В основном включал, чтобы найти вражеские вертушки или самолеты. Ось крена и ось рыскания необходимо назначить на удобные для вас клавиши. У меня по умолчанию это QE и AD. Тега находится на WES. Дополнительно стоит назначить клавиши на включение баллистического чувствителя у пушки и у ракет. И на этом этап настройки управления завершен. Для отработки навыков пилотирования советую использовать полигон или пробный вылет. Для того, чтобы управлять вертолетом, вам потребуются две вещи. Ручка шаг газа, она же тяга, и мышка. В War Thunder вертолеты управляются очень легко. Можно совершать различные удивительные маневры. Для того, чтобы вертолет оторвался от земли, необходимо все лишь прибавить тягу. Но при этом нужно следить за показателями оборотов. Не допускайте, чтобы обороты выходили за отметку 100%. Но если это все же произошло и винт сильно нагружен, то необходимо понизить шаг газ. Иначе мы можем потерять мощность и даже полностью силовую установку. При зависании не стоит резко переключать тягу. Это может привести к резкой потере мощности, и вертолет провалится по высоте. Для разворота используйте клавиши на клавиатуре. Например, вы набрали скорость, и вам нужно резко повернуть в противоположную сторону. Вы поворачиваете мышкой, крените вертолет в нужную сторону и помогаете рысканием. Перед боем лучше потренируйтесь в пробнике. Теперь стоит выбрать ваш первый вертолет. Сразу отмечу, что в танковых РБ в начале боя вы можете взять вертолеты только с неуправляемыми ракетами. На ПТУРы придется накопить очков возрождения. А вот симулятор МПХ, наоборот, были доступен для всех вертушек с любым вооружением. Про разницу этих режимов я вам еще расскажу, а пока посмотрим на резервные вертушки. У США это H1G Cobra, по его рейтинг 8.0. Вооружение вертолета состоит из неуправляемых ракет Майдти Маус. Их можно подвесить до 76 штук. Плюс, можно еще установить спарку из двух 40-мм гранатометов. Стреляют они кумулятивными гранатами с бронепробитием в 76 мм. Самое то для уничтожения легких целей. Кобра и вертолет неплохой. Но стоит учитывать, что защиты у пилотов никакой нет. Поэтому нас могут выбить даже с пулемета. Для начальной атаки это отличный вертолет. По крайней мере у него бодрый геймплей. Баллистического вычислителя у Кобры нет. Вам придется вручную наводить эти нурсы. По тактике у нас есть два способа заработать фрагов. Первый, это набрать скорость и потом резко уйдя в набор высоты, поливать их ракетами. Второй, стелиться по низам и атаковать вражеские танки с малой высоты. Оба способа опасны. И при появлении зениток или автопушек становятся практически бесполезными. Но на боевом рейтинге 8.0 есть еще другие вертолеты. Самый худший я считаю итальянский Хьюи. У него всего 14 неуправленных ракет. И все, большего вооружения нет. Только миниганы, но с них танки не поуничтожаешь. Сам по себе Хьюи не очень. Поэтому наша атака всегда яркая, но очень быстрая. У Японии тот же вертолет. Но в подвесах уже 38 ракет. По геймплею чуть лучше, но все равно я бы вам его не советовал. У Франции на том же Берре есть H34. Медленная неповоротливая корова, но уже с двумя птурами АС-11. Ракеты летят на 3,5 километра, что неплохо. Но только на такой дистанции, скорее всего, вы ничего не увидите. Так как оптика особо не приближает. Да и в начале боя вы тоже не сможете вылететь. Только если в СБ. Дополнительно у вертолета есть еще 4 пулемета винтовочного калибра. И ракеты Хвар в количестве 6 штук. Вот только зачем эти неуправляемые ракеты, не ясно. Стрелять с них вы все равно не сможете. Ибо чтобы с них лопасть, нужно сближаться с противником. А французский вертолет с этой задачей не справится. У Советского Союза есть Ми-4. Большой, неуклюжий, медленный вертолет. В стоке он представлен с неуправляемыми ракетами или бомбами. Но нормально отработать по целям выходит очень редко. Обычно его видят и взбивают еще на подлете. В отличии от Кобры, в такую большую мишень попасть легко. В топе, если вы вдруг его как-то прокачаете, вы получите 4 неплохих птура фаланга. С них Ми-4 еще может отработать по целям. Но опять же, нормальной оптики нет и медлительность не даст нормально отыграть. У других стран начальные вертолеты уже идут исключительно с птурами. По геймплею они друг на друга похожи. К примеру, в Германии это Алоэ ЦС-11, а во Великобритании скаут с АГМ-22. Маленькие и маневренные вертушки. Дистанция поражения ракет составляет 3,5 километра. Как для первого вертолета, это отличный выбор. Последним оставшимся вертолетом будет шведский Хьюи. Он тоже идет с птурами. Вот только дистанция сильно ограничена. Да и в него легко попасть. Так что такую вертушку лучше пропустить. По итогу, если вы хотите начать свой путь вертолетчика, то у вас есть выбор между Коброй и Птуровосками, Алоэтом и Скаутом. Если вы рассматриваете премиумные вертолеты, то стоит обратить внимание на К-50, Ми-28А и Кисаразу. Для симуляторов боев больше подойдет БО-105. К-50 это лучший прем по причине наличия ракет Вихрь. Как я уже говорил, это самые универсальные ракеты. Ми-28 подойдет за счет шикарного зума, хорошей живучести, отличных птуров атака и автопушки. Кисаразу порадует тепловизором, неплохими ракетами и маневренностью. В симуляторах боях, как я уже говорил, лучшим вертолетом будет БО-105. К сожалению, на тот момент он выведен из продажи, но его можно урвать на некоторых акциях. Вертолет быстрый, маневренный и, что главное, эффективный. Потому что в СБ он участвует в сетапе 9-2, где нам противостоят Шилке и Енисеи. Поэтому можно спокойно потурить на расстоянии, и они ничего не смогут нам сделать. Опасность тут представляют только БМП с фурами и китайский ВЗ-305. И то за счет осколочно-фугасных снарядов с радиовзрывателем. В РБ БО-шку тоже можно применять, но там уже будет встречаться ЗРК, гризантема и куча реактивов. Из неплохих премов могу выделить Джейлинкс. Маневренный вертолет с тепловизором, ВВшками, 20-мм пушкой и с Хеллфайрами. На выбор еще будет второй ход 2, но они не очень быстрые. Итальянский Магуста построен на исключительно атаке на земке. У него нет никакого оборонительного вооружения, кроме крупнокалиберного пулемета. Но зато есть тепловизор и Хеллфайры. Только учтите, что на этих БР-ах может постричаться Ми-28А, который легко расправится с этими вертолетами. В премиумный апатч советовать я вам не могу, так как я уже говорил, что у него нет ничего, чтобы противостоять К-50, а расположен он на одном с ним БРе. Вам придется постоянно от него прятаться. Но вернемся к тактике и топам. Чтобы не оказаться сразу в ангаре после взлета, необходимо придерживаться нескольких правил. Первое, это находиться в отдалении от танковой карты. Лететь прямо на наземку не стоит, лучше облететь ее по краю. Идеально не улетать далеко от вертолетной площадки, чтобы при повреждениях сразу уйти на ремонт. Второе, не зависать на месте. У всех современных танков есть СО, они быстро вычислят расстояние и с одного выстрела могут спокойно вас сбить. Несмотря на хорошую управляемость, вертолету нужно время, чтобы совершить маневр. И пока вы будете переходить из режима висения, любой снаряд может вас поваренить. Третье, это всегда проверять респаун, наличие ЗРК, вертолетов или истребителей. Четвертое, используйте местность как укрытие. Вертолет сложнее всего обнаружить, если он летает на малой высоте. Но тут нужно еще учитывать, что вас могут обстрелять истребители. Поэтому слишком низко летать тоже не стоит. Тактика подходит для всех ударных вертолетов. Просто будет разница по вооружению. У пачек, к примеру, Хеллфайры требуют большего времени, чтобы ракета поразила цель. За это выпускать сразу несколько, чтобы поразить УБТ наверняка. Что насчет неуправляемых ракет на современных вертушках, то лучше либо их не использовать вообще, либо врываться с ними уже под конец боя, когда у противника нет ЗРК. Группные ракеты, такие как С-13, можно использовать как для сбития Зуров. Раньше К-50 и Ми-28 в РБ могли их использовать в начале боя, но затем их сделали за отдельную плату. Главным вопросом на сегодня остается, а где прокачивать вертолеты? По большей части их придется прокачивать в совместных боях, в РБ или в СБ, это уже на ваш выбор. К-50 можно спокойно брать в виртуалетные бои, там все равно все сражаются на вихрях. Я думаю, что их можно переименовать в битву Каму. Недавно еще появился ПВЕ режим, но доходность там низкая, а геймплей застали заспущать уже спустя 10 минут. В заключении хочется отметить ИСПО, систему предупреждения об облучении. Тут все просто. Вы видели круг, вы слышали сигнал, значит на карте есть источник облучения. Если зенитка захватывает вас с помощью ОРЛС, то звук поменяет тональность. Но помните, что ИСПО показывает все источники, даже союзные. Также на топовых вертушках ИСПО еще показывает направление пуска ракеты, что очень пригодится, когда вы отличены на какую-нибудь цель. Но и стоит учитывать, что зенитка может захватить цель без радара. К примеру, тот же самый Штормер обладает ОЛС, то есть захватывает цели визуально. По вертолетной тематике это, пожалуй, все. Я старался застать все важные и основные аспекты. Если что-то пропустил, то напишите об этом в комментариях. Подписываемся на канал, поддержите видео лайком и заглядывайте в описание. Там много обучающих видео. Ну а я вам желаю, как обычно, легких фрагов и чистого неба на головой.